Здравствуйте, друзья, уважаемые зрители! Меня зовут Александр Тихонов, я алтарник Кафедриального собора Александра Невского города Петрозаводска. И наша с вами встреча в эфире не случайно, потому что сегодня 12 сентября, а значит это день памяти святого благоверного князя Александра Невского, о котором как раз хотелось бы с вами поговорить в ближайшие несколько минут. Вообще, Александр Невский – личность очень масштабная и многогранная, о нем очень много можно говорить. Мне бы хотелось осветить два вопроса с ним связанных. Первое – за что его причислили к лику святых. Второе – чем его образ может быть актуален для нас сегодня. Вообще, я довольно часто встречаюсь со студентами, со школьниками, мы беседуем на разные темы и периодически затрагиваем в наших разговорах как раз и Александра Невского. И обычно я задаю такой вопрос. Скажите, ребята, а что вы можете вспомнить об Александре Невском? Чем он вам известен, чем он отметился в нашей истории? И, во-первых, конечно, говорят, что он является полководцем, победил шведов на реке Неве, за что получил прозвище Невский, одержал победу над тефтонцами в ледовом побоище. Второе, что обычно вспоминают, что он был князем, правителем наших земель. И в самое сложное время, когда с востока наступали монголы, с запада, тефтонцы, он сумел так мудро управлять княжествами, что вот та небольшая страна превратилась в большую и сильную нашего сегодняшнюю Россию. И третье, что обычно вспоминают, что Александр Невский, он причислен к лику святых, то есть является благоверным князем. Тогда я задаю вопрос. Хорошо, скажите, а за что его причислили к лику святых? Неужели за то, что он является победителем в каких-то битвах? Ведь в истории нашей страны было немало талантливых полководцев, и очень немногие из них стали святыми. Или неужели за то, что он является мудрым правителем? Опять же, у нас в нашей истории было немало хороших правителей, они не признаны святыми. И, конечно, мы приходим к тому, что к лику святых причисляют за жизнь, близкую к Богу. Ведь в жизни и поступках Александра Невского как раз выражается тот самый лучший идеал нашего народа, который мы всегда искали, который является выражением менталитета русского человека. Ведь даже вспоминая самые известные изречения Александра Невского «Не в силе у Бог, но в правде», мы видим выражение того самого христианского идеала. И опять же, возвращаясь к современности, фильм «Брат 2», где два брата рассуждают о том, в чем все-таки сила, среди многих разных вариантов они приходят к тому, что сила все-таки в правде. За кем правда, тот и сильнее. Вот так и в XIII веке, во время жизни Александра Невского, и в XXI, во время нашей с вами современной уже истории, одна и та же ценность для русского человека, она выражает себя по-разному, но, тем не менее, она очень важна. Кроме того, мы знаем, что и Невская битва, и Людовое побоище – это не были просто битвы за территорию, битвы за богатство. XIII век – это время, когда Запад организовывал крестовые походы для освобождения Израиля, Святой Земли, Иерусалима от сарацинов. И в это время как раз тефтонцы, то есть те самые крестоносцы, которые переселились в Прибалтику, они организовали заодно такой поход на восток против неверных, то есть против тех, кто не является католиками, а проще говоря, против нас с вами, людей православных, наших предков, точнее говоря. И поэтому Александр Невский в этих битвах защищал не только свою страну, свое государство, он защищал свою веру, ведь мы знаем, что религия, которую народ исповедует, она очень серьезно влияет на менталитет этого народа, она помогает ему осознать и принять какие-то ценности, которые несет эта вера. Поэтому Александр Невский является не только защитником нашей страны и государственности, он является защитником веры, и он канонизирован как благоверный князь, то есть как тот человек, который отстоял и защитил свою веру. Ну и наконец, говоря о жизни великого князя, о его образе, невозможно пройти мимо его смерти, потому что за три дня до смерти Александр Невский принял монашеский поздриг с именем Алексей. Вообще в христианстве очень важное понятие как призвание, то есть человек в своей жизни должен следовать своему призванию. Александр Невский следовал этому призванию до конца, то есть он княжил, правил, защищал свою землю, но будучи в болезни и зная, что он уже не вернется в Новгород, он принял решение последовать золу своего сердца, принял монашеский поздриг и стал схемонахом Алексеем. Если вы когда-нибудь поинтересуетесь иконографией Александра Невского, то вы увидите, что обычно он изображается как благоверный князь. В частности, если придете у нас в Петрозаводский кафедральный собор, увидите его в доспехах на иконе с мечом, но есть икона, где он изображается именно как схемонах Алексея. И в частности, могу сказать, что на Валааме есть такая икона, где Александр Невский изображен в схеме. Поэтому среди очень многих великих и известных полководцев, правителей нашей страны Александр Невский состоит особняком, потому что он следовал не только земным конъюнктурным интересам. Александр Невский в своей жизни выразил вечный идеал русского народа. Стержнем его личности являются как раз христианские ценности. Наверняка многие из вас слышали такую фразу, где сокровище ваше, там будет сердце ваше. И вот сокровище Александра Невского было на небесах, и в своей жизни он следовал всегда небесным. За что он причислен к лику святых. И сегодня мы называем его святой, благоверный, великий князь Александр Невский. Второй вопрос, о котором мы с вами договаривались сегодня побеседовать, это насколько личность Александра Невского и образ является актуальным для современной молодежи, для граждан нашей страны. И здесь, наверное, я честно вам скажу, я не думаю, что наша молодежь в принятии решений, в совершении поступков ориентируется на благоверного князя Александра Невского. Потому что что значит брать кого-то за пример? Это значит, что в своих решениях нужно всегда задавать себе вопрос, а как бы на моем месте поступил Александр Невский? Мне кажется, все-таки у молодежи сегодня несколько иные герои, иные ориентиры, но, наверное, полезно и даже важно будет подумать о том, а может ли образ благоверного князя быть сегодня полезен для того, чтобы на него ориентироваться. Здесь, наверное, я могу назвать несколько таких моментов, очень важных. Первый – Александр Невский, он, конечно, является примером твердости решений и следования им. Потому что как раз мы в его жизни, в его поступках видим, что он ориентировался не на эгоистичные какие-то интересы, то есть, что лично я получу, и даже не на конъюнктурные, то есть, что это принесет мне прямо сейчас. Как мы уже говорили, он следовал вечным небесным ориентирам, и пример его жизни учит основывать свою жизнь действительно на воле Божьей. Потому что она актуальна как тогда, в XIII веке, так и сейчас. Ведь Бог не меняется с течением времени, воля Бога остается одной и той же. Второе, что хотелось бы сказать о нем, что Александр Невский, он может стать примером ясной иерархии ценностей. Потому что в наше время, в эпоху информационного века, в эпоху постмодерна, очень часто это является проблемой. Как отличить главное от второстепенного? Что все-таки вставить приоритет в нашей жизни? Наверняка, Александр Невский сталкивался с такими вопросами, как власть, богатство, слава. Но все-таки мы видим, что в приоритет он ставил нечто иное. Волю Бога, которой он стремился следовать. Свою семью, которой он защищал. Свой народ и государство, как выражение воли этого народа, которую он тоже защищал и мудро управлял. Следование своему призванию. И как раз именно он, благоверный князь, может сегодня стать для нас примером, ориентиром, все-таки как отличать главное от второстепенного. Ну и наконец третье, что я бы отметил, Александр Невский является примером твердого и сознательного выбора и следованием до конца. И можно вспомнить такой эпизод из жизни Александра Невского, точнее уже после его жизни, когда на погребении митрополит Кирилл сказал такие слова «Закатилось солнце с земли русской». То есть даже тогда люди наши воспринимали его не просто как хорошего правителя, великого полководца, они его воспринимали как выражение души русского народа, следования тем самым главным ценностям, идеалам, которыми всегда в нашей стране славился русский народ. Поэтому все, о чем мы говорили, как раз это является стержнем, выражением личности Александра Невского, что уже позже выразилось в его решениях, поступках, в победах, в управлении страной. И поэтому сегодня, подводя итог нашей беседы, отвечая на вопрос, может ли Александр Невский и его пример быть актуальным для нас, для нашей молодежи, наверное, хочется адресовать этот вопрос в первую очередь вам. А давайте попробуем честно ответить для себя на следующий вопрос. А хочу ли я в своей жизни ориентироваться на пример, на образ Александра Невского? Насколько важны те ценности, которые он исповедовал для меня сегодня? Если я отвечу, что готов, то тогда действительно Александр Невский, он будет актуальным сегодня. Если же нет, и у меня другие ориентиры, но мы говорим тогда о нем, как о историческом персонаже, который оставил свой след в историю нашей страны. Но, собственно, это все осталось в прошлом. А какой из этих двух вариантов выберете вы, собственно, от этого и будет зависеть ваш личный ответ на вопрос, является ли он актуальным на сегодняшний день. Друзья, спасибо вам за ваше внимание. Вас всех поздравляю с праздником святого благоверного князя Александра Невского. Все-таки желаю по возможности следовать его примеру, следовать его идеалам, потому что они твердые и вечные. И до новых встреч. До свидания. Продолжение следует...